I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Благодарим спецкоординатора по Ближнему Востоку Николая Младенова за доклад. Россия выступает за наращивание международных усилий по урегулированию кризисных ситуаций, в частности на Ближнем Востоке и Севере Африки. Это обширный регион от Ливано-Израильской или Сирийско-Израильской границы до Персидского залива и Западной Сахары, к сожалению, продолжает балансировать на грани очередной эскалации. Такое хрупкое положение может разрушиться в результате незначительного политического просчета, неосторожного шага. Последствия такого сценария могут стать катастрофическими для всего мира. В таких условиях особенно востребована превентивная дипломатия. В отношении конфликтов, переживающих острую фазу вооруженного противоборства, упредительные шаги предпринимать уже поздно. Нужно фокусироваться на поиске мирных развязок. Но в случае с Палестиной ситуацию еще можно вернуть в политическое русло, предотвратив новый виток насилия в самом сердце Ближнего Востока. Положение дел в палестино-израильском урегулировании вызывает глубокую обеспокоенность. Последние события в Газе и вокруг нее подтверждают, что насилие заполняет вакуум, образовавшийся в отсутствии подвижек в деле возобновления политического процесса. Об этой угрозе предупреждалось в докладе Ближневосточного квартета международных посредников по Ближневосточному урегулированию еще в июле 2016 года. Там же говорилось, как не допустить такого развития. С сожалению, констатируем, что ничего из рекомендованного в этой связи выполнено не было. Проблемы незаконных израильских поселений, разрушение израильскими властями палестинской собственности, а также провокационной риторики с обеих сторон, лишь укрепились. Тревожат набирающие силу односторонние подходы, которые не способствуют выполнению договоренностей, достигнутых ранее в рамках международной организации, прежде всего в ООН. Твердо убеждены в недопустимости любых действий, предвосхищающих исход мирных переговоров. Не способствуют продвижению мира попытки закрепить новые реалии на земле в рамках национального законодательства. Единственным возможным путем урегулирования является прямой диалог между сторонами конфликта, ведущей к реализации двугосударственной формулы на международно признанной основе, включая резолюции Совета безопасности ООН и арабскую мирную инициативу. Россия готова оказывать всяческое содействие его возобновлению. Готова это делать во взаимодействии с другими международными игроками, в том числе на площадке «Квартета». Продолжим работу в рамках двусторонних отношений с Израилем и Палестиной. Президент России Путин провел конструктивные переговоры с премьер-министром Натаньяху и президентом Аббасом в ходе их пребывания в Москве несколько дней назад. Пока это были раздельные встречи. Но наша инициатива проведения в России Палестино-Израильского саммита остается на столе. Подчеркну, согласие палестинской стороны с этим предложением у нас имеется. На днях наше принципиальное видение было вновь доведено до израильской стороны в ходе пребывания в Западном Иерусалиме министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ценим роль регионалов, в частности Египта и Ордании, на Палестино-Израильском треке. Содействуем предпринимаемым египетскими партнерами усилиям по преодолению раскола в палестинских рядах в рамках собственных контактов с широким спектром палестинских фракций. Поддерживаем, оказываем палестинцам международное содействие, в том числе по линии Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ. С вниманием выслушали слова мои коллеги, госпожи Хейли, на этот счет. Хочется верить, что после такого эмоционального выступления ситуация здесь качественно изменится. Деятельность БАПОР выходит за рамки чисто гуманитарной миссии и имеет важное стабилизационное значение для Палестина и всего региона. Сбои в ее работе по причине нехватки финансовых средств грозят серьезными последствиями. Господин председатель, достижение подвижек в деле возобновления политпроцесса на палестинно-израильском треке несомненно положительно скажется на общей остановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Нам всем необходимо объединить усилия на этом, а также других направлениях, включая Сирию, Йемен и Ливию. Важно также не снижать поддержки властям в Ираке в области дальнейшей стабилизации обстановки в этой стране. Содействие возвращения сирийских беженцев на родину будет способствовать как процессу нормализации положения в Сирийской Арабской Республике, так и облегчению социально-экономического положения в принимающих беженцев странах, прежде всего соседних Ливани, Иордании и Турции. Как нам видится, состоявшиеся 25 июня по российской инициативе дебаты в Совете Безопасности подтвердили срочную необходимость выработки общей позитивной и объединительной повестки дня для Совета Безопасности и всего международного сообщества на Ближнем Востоке. Нужно переводить это видение в практическую плоскость, при этом всячески оберегая ранее разработанные инструменты коллективной безопасности, вроде совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которая играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения. Ее сохранение позволит предотвратить неконтролируемый рост напряженности в регионе. Господин председатель, Россия готова участвовать в такой работе вместе со всеми заинтересованными партнерами на основе открытого и беспестрастного диалога. Примером этого стали недавние переговоры президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Благодарю вас. Благодарю вас, президент Росocyлян Федера.